1426 человек живых святков и удельников Великой Айчиной войны на сегодня засталось обрезкой в области. Им, солдатам Великой Перамоги, самые ширы слова подзяки от нашатков. Миколай Банченко трапил на фронт в 1943 году. Прошел войну с супрочтанковым ружом. Узнагородженный орденом славы третьей ступени, орденом Айчиной войны, первой ступени медалями. Самое главное то, что наши молодые воины Советской Красной Армии шли защищать не какой-нибудь барина, а свое отечество, свою семью, свое государство. С чем они справились за годы тяжелой войны. Не глядяши на узрос, ветераны Дагедуль принимает активный удел во всех святочных мероприемствах, примеркованных до значных дат у истории краины. И сувыц поколенев протягивается. У его двое унуков и двое правнуков. Их тесный контакт с местными органами власти, тесный контакт с воинскими частями. Они живут постоянно жизнью вместе с нами, вместе с нашим государством. Всеми теми событиями, которые сегодня происходят в нашей стране. И, конечно, их неоценимый вклад и в воспитание, и в духовное, и в патриотическое воспитание как молодежи, так и будущих защитников нашей Родины. Медицинской сестрой в партизанской матраде уже с великой отшиной была соперничный ветеран Таисия Кругликова. Наверное, без специальной эдукации, да помогала хворым и пораненным, уносила свой уклад у справу перемоги. Я медсестрой была, качественной медсестрой. И там госпиталь был, и я там работала в этом госпитале. Тоже там ухаживала. Ну, за больными, за раненые были тоже у нас. Я там работала. Вот я не кончала. Я в школе кончала, проходила, качественной медсестрой. У Таисии Лукинишны чатера унуков и чатера правнуков. И наватник, глядяши на свой взросл, ветеран принимает самый активный отдел у громадских жителей в области. По венчавація за доходящим святом великой перемоги пришли социальные работники и депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Леонид Бридж. Этот праздник, не зря говорят об этом празднике, что праздник со слезами на глазах. И считаю абсолютно правильным, чтобы помнили все поколения. К сожалению, мало осталось в живых уже непосредственных участников тех страшных событий. В Ленинском районе всего их, действительно, кто принимал участие в боевых действиях, всего 61 человек. Это уже и партизаны, и активные участники тех страшных событий. И только благодаря сегодня тем живущим ветеранам есть еще та ниточка, связывающая историю, страшную историю той великой страны, это был Советский Союз, для того, чтобы молодое поколение могло воспитываться. Основные мероприемства по венчаванию и ушанованию памяти солдат Великой Чыной пройдусь 9 мая у мемориальном комплексе «Брестская крепость герой». Юрий Петур, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест». Юрий Петур, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».